Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Гражданин из Санкт-Петербурга не представился. Да. Да. Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то. Вот. Но что касается искусственного интеллекта, да, вот это мой первый двойник, кстати сказать. И вот отвечая на вопрос Арины Дмитриевны, да? Да. Арина Дмитриевна. Арина, могу тебе сказать одно точно совершили. Вот это абсолютно, а то можно запомнить. Бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно. Но искусственный интеллект, надо ли его бояться, предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, который различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает. Просто предотвратить это невозможно. Предотвратить развитие невозможно. А значит, нужно возглавить. Во всяком случае, нужно сделать всё для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится, никто не знает. Таковы реалии, во всяком случае, сегодня.